Произошло это со мной несколько лет, когда крупные агрегаторы такси только еще выходили на рынок. Многие водители в то время еще могли работать практически без документов и на любой машине. Я, как и многие мои коллеги тогда, работал на обычной машине, без каких-либо опознавательных знаков ниней. А именно на черной Lada Priora GN770, это важная деталь в моей истории. Дело это было году в 2011-2012 где-то. Поступает мне очередной заказ на адрес жилого дома. Я, как и положено, приезжаю на место, отмечаюсь в программе, что я прибыл и начинаю высматривать своего пассажира, оглядываясь по сторонам. И буквально сразу же, я замечаю, что через несколько машин от меня стоит. Черная Lada Priora SGN770, буквы там разумеется были другие. Я выхожу из своей машины и подхожу к водителю машины, близнеца, который к тому времени тоже успел меня заметить и уже стоит улыбаться во весь рот. Как выяснилось позже, в нашем с ним разговоре, он тоже таксист и тоже приехал на заказ в этот самый дом. Правда пассажир у него должен быть другой, потому что он получил заказ через другую программу. Мы с ним стоим, болтаем о работе нашей нелегкой, которая тем не менее иногда балует такими забавными случаями, в предвкушении того, что должно скоро произойти. Развитие же ситуации не заставило себя долго ждать. Через несколько минут нашего общения с моим коллегой из подъезда выходит девушка и решает посмотреть в телефоне смс с данными машины. Затем она поднимает глаза и смотрит сначала на мою машину, а затем на машину моего коллеги. Немая сцена. Она не понимает, что вообще здесь происходит. Возможно, случился какой-то сбой в матрице, или же у нее дежаву. Так она несколько секунд пыталась собрать свои мысли в кучу и принять для себя решение, что же ей делать в ситуации, когда на ее заказ приехало две одинаковые машины. Согласитесь, такое бывает не каждый день. Однако мы с коллегой решили ее больше не мучить, и я подошел к ней с вопросом об ее конечном адресе. В ответ она назвала мне тот, который был указан именно в моем заказе, после чего я показал ей на мою машину и предложил сесть. Сам же я попрощался с водителем моей машины, близнеца и поехал выполнять свой заказ. Девушка еще долгое время ехала молча в машины с потерянным взглядом. Видимо, пытаясь осознать, что же это такое сейчас было. Я постарался ее отвлечь своими словами, что сам столкнулся с таким впервые, после чего добавил. В итоге забавно же все вышло. Она задумалась на секунду, потом улыбнулась, кивнула мне и дальше уже ехала, болтая с кем-то по телефону и смотря в окно. А у вас бывали подобные случаи во время заказа такси? Если да, то интересно услышать вашу историю. Наверняка она окажется такой же и необычной.